Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Реальный сектор экономики. Олег Николаев встретился с предпринимателями, работающими в сфере промышленности. Путь к исцелению. В Минздраве Республики рассказали о постковидной реабилитации. Здоровое долголетие. В Чувашии стартовали бесплатные занятия спортом для пенсионеров. Сегодня в Рио главы Чуваши Олег Николаев провел ряд рабочих встреч в Москве. Он встретился с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фольковым. Сегодня же подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области высшего образования и науки. Развитие науки и высшего образования Чувашии – главная тема встречи Олега Николаева и Валерия Фолькова. В планах получения Чувашским государственным университетом имени Ульянова статуса Центра стратегического и академического лидерства. Это позволит развивать на базе вуза различные научные направления. Олег Николаев и Валерий Фольков обсудили и возможность увеличения бюджетных мест в вузах республики. Здесь важно отметить, что в последнее время, хотя мы и получили увеличение этих бюджетных мест, но они получились с неким перекосом. То есть мы бакалавриат увеличили, но магистратуру уменьшили чуть-чуть. И это, конечно же, не совсем отвечает тем запросам, прежде всего, промышленности Чувашской республики и, прежде всего, электротехнического кластера. Поэтому было найдено понимание, что необходимо в следующем цикле пересмотреть, прежде всего, само количество бюджетных мест. Сегодня же подписано соглашение между Чувашией и Российской академией наук по взаимодействию в сфере перспективных исследований и инноваций. Обе стороны объединят усилия, чтобы эффективнее использовать свой потенциал для развития инновационной инфраструктуры в регионе. В процессе задействуют как научные организации, так и производственные предприятия Чувашии. Есть очень много проблем здесь. Проблема неоднородности развития различных регионов. Трейф потенциала научного, научно-технологического, он явно из регионов направлен вектор в сторону центра. Мы должны вместе с вами вырабатывать какую-то политику, которая позволяла бы нам сдерживать интеллект в регионах. Чувашия в ряде направлений становится одним из таких технологических лидеров страны, если мы возьмем те же самые вопросы, связанные с альтернативной энергетикой, с созданием солнечной энергетики. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Еще одно соглашение с Минфином, Центробанком и Ассоциацией банков России направлено на повышение финансовой грамотности в Чувашской республике. Повышение финансовой грамотности – осознанная необходимость. Сегодня этим навыком должны владеть не только специалисты в области экономики, управленцы, сотрудники органов власти, но и остальные граждане. По словам Олега Николаева, соглашение означает переход на более высокий этап работы по повышению финансовой грамотности в республике. Что это даст? Это даст, прежде всего, возможность, особенно подрастающему поколению, уже со школьной скамьи владеть личным планированием, планированием личных финансов. И вот в ходе этого планирования, в том числе, использовать не просто инструмент накопления денег для решения каких-то вопросов, но и через инвестиции дополнительного зарабатывания. До подписания соглашения мероприятия по повышению финансовой грамотности проводились, однако носили не системный эпизодический характер и поэтому были неэффективны. По мнению участников соглашения, эта работа должна проводиться последовательно и планово. Благодаря такой системной работе наши люди, чувашие, будут лучше понимать, как планируется свой бюджет, как распоряжаться своими деньгами свободными, какие финансовые инструменты их вкладывать. И, соотнося риск и доходность по финансовым инструментам, будут более эффективно вкладывать средства. Меньше будет потерь, связанных со встречами с всевозможными мошенниками финансовыми. Кроме того, повышение общей финансовой грамотности послужит и повышению инвестиционной привлекательности республики. Ольга Семенова, Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Новые формы поддержки бизнеса анонсировал в Рио главы Чуваши Олег Николаев. Об этом говорили на встрече с предпринимательским сообществом в Торгово-промышленной палате республики. Предпринятые в последнее время шаги по поддержке экономики уже дают видимый результат. В данный момент республиканское правительство активно работает над коррекцией налоговой системы. Это меры, связанные с освобождением или отсрочкой по уплате региональных налогов. Также запускаются новые финансовые инструменты поддержки инвестиций. Сейчас существенно корректируется так называемый инвестиционный налоговый вычет. То есть он был достаточно сложный и сейчас эта ситуация корректируется и она становится более доступной для того, чтобы предприятия могли пользоваться, те, кто активно инвестирует. Здесь в том числе такое решение для нас выгодно, потому что львиную долю такого налогового вычета нам уже со следующего года будет компенсировать федеральный бюджет. Обсудили и комплексную программу социально-экономического развития республики на пять лет. Председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков сообщил о создании мониторинговой группы, которая будет отслеживать выполнение программных мероприятий. С этого месяца начнем выезжать в районы, города, заслушать, как реализовывается программа и муниципалитет будет рассказывать. Я бы сказал, даже не отчитываться, а просто рассказывать, как они работают над этим документом и предприятия, которые включены в эту программу, со своими проектами. Правительство в республике намерено создать максимально комфортную систему поддержки, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи. От регистрации, уплата налогов, финансовой помощи до поддержки в получении кредитов и сбыта продукции. Инесса Потапова, Владимир Синдеев, Республика. ЧП в Урнарах. Именно так охарактеризовал ситуацию в этом муниципалитете в Рио главы Чувашии Олег Николаев. 1 сентября 817 детей в Урнар должны были встретить День знаний в новой школе. Но учебный процесс так и не начался. Капитальный ремонт в учебном заведении должен был завершиться 25 августа. Однако этого не произошло. Правительственная комиссия во главе с Олегом Николаевым вчера вечером выехала в Урнары. Вот здесь чувствуется, что что-то сделают и дальше. Подрядчик считает, что выполнил 60% всех работ, но на самом деле нет и 20%. Да и на съемках видно, что проведены только черновые работы. Где-то покрашены стены, из них торчит проводка. Полы не покрашены, плинтусы не прибиты. Не завершены кровельные работы, не готов фасад. Подряд на капитальный ремонт школы выиграла фирма «Проект Строй» из Новосибирска. Контракт составил более 25 миллионов рублей. На 1 сентября освоено лишь 5 миллионов. Строители в начале июля сняли покрытие с крыши, но до 5 августа работы по кровле не шли. Не было материала. Не выполнены работы по водоснабжению, канализации и отоплению школы. Подрядчику неоднократно предлагали взять субподряд, но он либо отказывался, либо сознательно занижал цену, что привело к нехватке рабочих на объекте. Олег Николаев отметил также, что администрация «Вурнар» никак не контролировала ход работ. Оправдываясь, что были устные переговоры. Это вообще никуда, коллеги, не годится. Теперь фиксирую еще один момент. После того, как заключен контракт, я так понимаю, администрация абсолютно не сопровождала выполнение этого контракта. То есть, план производства работ не был утвержден. О том, что на объекте возникли проблемы, начальник отдела образования Вурнарского района догадался еще 5 августа. Обущество вы приехали сюда. С новосибирского начальника бы до этого. Вы сами привезли бы уже до этого, поговорили бы с начальником. То есть, ваша работа заключалась в том, что вы сюда приходили, уходили, и вы были довольны самим собой. Попросили ее написать в прокуратуру, о том, что мы открываем сроки, чтобы они и какой-то водитель, и дом, и находящийся. Официальное предостережение прокуратуры есть. Прямо великое дело вы сделали, я скажу, Дмитрий Сергеевич. Я просто в восторге от результатов вашей деятельности. Только детей в школе нету, и родители дома с ними сидят, с мотивировочным заключением своим. Не было соответствующего контроля выполнения работы. Уповали на некие непонятные устные разговоры, и все остальное. Поэтому я хочу сказать вам, коллеги, это никуда не гонится. Стройка стройкой, но надо организовать и учебу. Директор Галина Иванова рассказала, что начальные классы будут учиться в старом здании школы, столетней постройке, и ходить на обед в Урнарский сельхозтехнику. Средним и старшим классам повезло еще меньше. Пятые-одиннадцатые классы, они обучаться будут на дистанционном. С применением дистанционных технологий, так скажем. Согласовано это с родителями. Определены определенные часы для консультации детей, потому что не все имеют возможность интернета. Не у всех именно компьютеры. До какого срока учебный процесс будет организован таким образом, пока неизвестно. Подрядчик обещает, что к 20 сентября завершит все работы. Но специалисты в этом вовсе не уверены. Называются сроки 20 сентября. Но если честно, через 20 сентября, если проект вообще наводится на это нет, это в лучшем случае сентября. То, что я увидел, конечно, это ужас. Налицо очень небрежное выполнение даже предусмотренных строительных монтажных работ. Главная задача в кратчайшие сроки реализовать все предусмотренные здесь работы. Ну и, конечно же, как итог, чтобы дети пришли учиться в нормальные условия, которые на сегодняшний день установлены стандартами. В Рио главы Чувашия поручила республиканской службе единого заказчика взять ход работ под круглосуточный контроль. Минстрой должен направить в Урнары специалистов, чтобы действительно навалиться и всеобщими усилиями ликвидировать последствия безответственности и халатности районных властей. Речь идет о собрании депутатов района, которые должны решить судьбу главы администрации. Олег Николаев напомнил, что еще в июне были сорваны работы по благоустройству поселка. Но тогда Леонид Николаев не лишился должности, как некоторые его коллеги. Второй раз это уже перебор. Вы что, вы что, издеваетесь, что надо мной? Я что, за вас должен работать? Получается, вы ничего не делаете. Довольте себе ситуацию до абсурда здесь. Потом я приезжаю, начинаю за вас работать. Примите мужское решение. Но независимо от того, какое решение примет глава администрации, 96 первоклассников остались без первого школьного праздника, без звонка, белых бантов и фотографий с торжественной линейки. За них особенно обидно. Татьяна Молокова, Алексей Зойтиков, Николай Скворцов, Республика. Внесены изменения в территориальную схему обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Чувашской Республики. Напомним. Тариф за услуги по обращению с ТКО для городского жителя составляет 62 рубля 76 копеек. Для сельского жителя 50 рублей 2 копейки. Здесь все по-прежнему. А вот территориальные схемы претерпели изменения. Сегодня на территории Республики действуют 13 объектов размещения и 2 переработки отходов. Чтобы механизм сбора и утилизации работал стабильно, было предложено создать еще несколько объектов переработки. В Канаше, Аллатре, Шумерле, в селах Батрево, Маргауши, поселке Вурнары и в деревне Андреево-Базары. Кроме того, в течение 10 лет планируется поэтапная рекультивация 10 объектов размещения отходов. Модернизируется полигон твердых бытовых отходов Вурнарского района. Планируется строительство второй карты полигона в Маргаушском районе. Чувашская республика, кабинет министров Чувашской республики, также вышла с заявкой уже на 2021 год. Это заявка о выделении субсидий на рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в городе Канаш Чувашской республики, где предусмотрена сметная стоимость порядка 67 миллионов. Также с учетом софинансирования денег, это 99% федерального бюджета и 1% у нас консолидированный бюджет Чувашской республики. Один из объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации, свалка ТКО в селе Аликово. На 2020 год на это было выделено 25 миллионов рублей. Из них 99% из федерального и 1% из совокупности бюджетов разных уровней. При культивации данной свалки проводится два этапа. Это технический этап и биологический этап. По техническому этапу предусмотрена подготовка земель, уже приведение его в состояние, пригодное для дальнейшего использования. На сегодня завершено формирование тела свалки. Ведутся подготовительные работы по устройству фильтрационных дренажей по периметру свалки и на выпуске. Завершается у нас укладка щебня. Параллельно будут начинаться работы по укладке уже изолирующей мембраны и, соответственно, в последующем его грунтом. И запланированы мероприятия по обустройству водоотводных канав и водонаблюдательных скважин. Должны завершиться мероприятия 2 ноября 2020 года. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Сегодня в Чувашии началось досрочное голосование по выборам в органы местного соуправления. Избиратели, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать дома, могут прийти на участки и выполнить свой гражданский долг. Избирательные участки до 10 сентября работают с 14 до 20 часов. Если избиратель не сможет прийти на участок 11, 12 или 13 сентября, но при этом хочет проголосовать, то ему надо написать заявление и указать причину. Секретарь комиссии найдет его в списке и выдать бюллетени. В Чебоксарах избирателям выдадут два. В одном – фамилии по одномандатным округам, в другом – по единому округу. Мы принимаем это заявление, выдаем два бюллетеня, он проголосует, подходит обратно к члену УИК. Мы эти бюллетени опечатываем в конверт, потом два члена УИК подтверждаем, что он опечатан. При избирателе же, если есть наблюдатель на участке, третья подпись подтверждает наблюдатель. Напомним, в единый день голосования, 13 сентября, в Чувашии выбирают депутатов муниципальных собраний и главу республики. Выборы пройдут еще в 17 субъектах России. Последствия коронавирусной инфекции требуют реабилитации. Где ее можно пройти и какие процедуры проводятся, обсудили на брифинге Министерства здравоохранения. Медицинскую реабилитацию в рамках программы государственных гарантий могут получить пациенты, перенесшие COVID-19, с осложнениями легкой и умеренной степени тяжести, ухудшающими качество жизни. Было принято действительно очень революционное решение эти реабилитационные мероприятия проводить. Был издан приказ, на сегодняшний день 4 медицинских организации в этом процессе участвуют. Это первая Чебоксарская больница имени Петра Осипова, городская клиническая больница номер 1, санаторий Надежда и санаторий Грязь-Лечебница. Те пациенты, у кого выявлены серьезные нарушения, получат лечение в стационарных отделениях соответствующего профиля. Поражение центральной нервной системы тоже сейчас считается одним из таких осложнений нередких после COVID-19, к сожалению. И психозы возникают у этих пациентов, и такое бывает, да, и, к сожалению, ограничение функционирования рук в ног. Направление на прохождение процедур выдает участковый врач по итогам врачебной комиссии. В среднем реабилитационные мероприятия продолжаются 10 дней. В программу входят медикаментозное лечение, физкультура, физиотерапия, психологическая помощь и многое другое. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Здоровое долголетие. Спортивные комплексы открылись для всех посетителей. Большая часть объектов по всей Чувашии выделила часы занятий для пенсионеров. Тренировки для пожилых людей проводят бесплатно. Молодец, еще раз. Кто точно относится к своему здоровью ответственным, так это пенсионеры Новочебоксарска. Два раза в неделю мужчины собираются в спортзале. Мы стареем, мы занимаемся бокс, теннис, гантели, вот что нужно человеку. Сейчас пока была пандемия, 7 килограмм веса это чувствуется, поэтому станем к Новому году стройными. Развиваются все двигательные способности, да, координации. Его здесь развивают дыхательные органы, здесь система вообще работает, да. Для ветеранов это самый раз, который двигается, движение, это, как говорят, это пословица, это жизнь. В группе здоровья прогульщиц не бывает. Дамы всегда спешат на занятия. В программе тренировок более 300 различных упражнений. Нагрузка не интенсивная, зато на целых два часа. Это палка, спортивный пал, чтобы разные упражнения делать. Если одноразные упражнения делать, неинтересно. А мы целый час на полу еще занимаемся, на ковриках. Отжимаемся по 10, по 20 раз. 35 раз отжалывается, 35 раз. Но могло еще и больше. Всем, всем, всем желаю здоровья и заниматься, не лениться. И на дорожках в бассейне встречаются активные пенсионеры. Для них выделили два бесплатных часа в день, с утра и в обед, когда загрузка спорткомплекса минимальна. Везде активные. И здесь стремятся, все спрашивают, все звонят. Говорят, когда можно поплатить. И они уже плавают у нас. Регионы у нас передовые. Я считаю, что пенсионеры, тем более, у нас передовые. И то, что решение такое было принято, это для нас здорово. Мы можем оздоравливаться, пенсионеры могут оздоравливаться и пережить этот вирус. Создать условия для занятий и спортом старшего возраста решили на уровне правительства Чувашии. Указ руководителя региона подписал в середине августа. Групповые занятия для пожилых проводят безвозмездно во многих республиканских спортучреждениях. Я думаю, здесь будем подходить в будущем конкретно, конкретизировано каждому человеку. Потому что мы хотим привлечь и волонтеров к этой работе. Для того, чтобы наши диспансеры, можно сказать, и врачи, которые проходят медосмотр целенаправленно, им рекомендовали, какими видами спорта они могли бы заниматься. И уже на месте, в определенном каждом комплексе, с ними будет проделана определенная работа для занятий данным видом спорта. Ирина Волкова, Николай Скворцов, Республика. В этот четверг, 3 сентября, по всей стране пройдет диктант победы, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Принять участие могут все желающие. Принять участие. В республиканском книжном издательстве вышла новая книга «Путешествие по Чувашии». Автор-составитель Ольга Васильева. Главные герои книги «Лиса Краса», «Атнер» и «Эльби» отправляются в путешествие по Чувашии. Их цель – побывать во всех районах региона. Яркие и красочные страницы издания расскажут самые интересные о городе или районе, познакомят с их достопримечательностями. После каждого приключения маленьких читателей ждут интересные задания. Значение некоторых слов подскажет специальный словарик. Самое интересное передает рубрика «Знаете ли вы?». Познакомившись с книгой, можно поиграть в настольную игру с чувашскими матрешками. Кроме непростого маршрута, для каждого района приводится карта с достопримечательностями. Это главные новости среды. До свидания.